Медицинский скандал из отделения трансплантации костного мозга в Ахмадете уволились почти все врачи. Из-за чего? Почему полиции открыли уголовное производство? И что делать больным детям? Все подробности выясняла Евгения Коваленко. Виктория пришла проведать сына подруги. На прошлой неделе у него обнаружили рак крови. Матюша, быстрее выздоравливай! Операция ему пока не нужна. Назначили химиотерапию. Но здесь находятся и те, кому необходим длительный уход. В стационаре семеро онкобольных в тяжелом состоянии, которым сделали пересадку костного мозга. Родители опасаются, жизни их детей могут оказаться под угрозой. Ведь из Ахмадета массово уходят врачи, медсестры и лаборанты. Постоянный прессинг со стороны администрации. И, конечно же, несправедливое увольнение двух ведущих специалистов Украины. Речь идет о заведующей Центром детской онкогематологии Светлане Донской и руководителе отделения трансплантации костного мозга Олега Рыжака. Ему объявили два выговора. Во время служебной проверки нашли массу нарушений в работе. Это не выполнение своих обязанностей. Это халатность. Это заведующий отделением, который не принимается не только состоянием здоровья ребенка, а и как у него идет обеспечение в отделении по многих позиций. Главная претензия – он якобы не выписывал нужное количество препаратов со склада больницы. Из этого пациенты были вынуждены их покупать, хотя могли получить бесплатно. Более того, по словам главврача, на зав отделением неоднократно жаловались родители онкобольных. Олег Рыжак все обвинения отрицает. Говорит, что за все годы работы у него не было ни одного выговора. Считает, что его уволили незаконно. А заведующая Центром детской онкогематологии Светлана Донская попала под сокращение из-за реорганизации, сообщили в администрации Ахмадета. Но Донская считает, что руководство просто искало повод ее выгнать. Врачи предполагают, что их уволили из-за несогласия с политикой Минздрава по поводу обеспечения лекарствами онкобольных и нововведений при трансплантации. В Бинздраве заведующий Центром детской онкогематологии и руководителя отделения трансплантации костного мозга назвали коррупционерами и попросили правоохранителей разобраться. Полиция открыла уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением. Также в Минздраве заявили, что Рыжак и Донская запугивали и подбивали уволиться от других сотрудников. Поэтому свои заявления об уходе написали четыре врача-гематолога, трансфузиолог и несколько биологов с лаборантами. Однако шесть медсестер все же передумали увольняться. Сейчас руководство Ахмадета ищет новых врачей. Евгения Коваленко, Владимир Самченко, Евгений Каминский. Подробности телеканал Интер.